Привет всем, кто смотрит это видео. Вы попали на канал Жизнь в Украине. Меня зовут Сергей. Я рассказываю о жизни моей страны. За последнее время я получил несколько комментариев от различных зрителей моего канала с вопросом, что сейчас происходит в Украине. Кто-то интересовался экономикой, кто-то политикой, кто-то ситуацией на Востоке. Я попытаюсь в общих чертах кое-что рассказать. У нас сейчас сложилась очень сложная экономическая ситуация. Из-за обвала гривны и высокой цены доллара и евро подорожало практически всё. Услуги, товары, продукция. Всё, что мы покупаем, всё, чем люди пользуются, всё подорожало. Иногда непонятно, какое отношение подорожание того или иного товара имеет к доллару или к евро. К примеру, ещё буквально 5 дней назад я ходил в один из магазинов, делал серокопию. Она там стоила 50 копеек. Вчера я пришёл делать серокопию и новая цена 75 копеек. Пророжита сказала, что ей позвонила хозяйка и сказала поднять цену. Что подорожало у них, краска, бумага или электричество, я не знаю. Ещё для примера. С недавних пор у нас килограмм бананов стоит 302 гривны. Один килограмм бананов. Это сумасшедшая цена. Я никогда не помню, чтобы бананы стоили такие деньги. Подорожание коснулось всех продуктов питания, одежды, техники, многих услуг. Свои тарифы подняли банки. И это меня особенно удивило. Многие банки на услуги, которые раньше были бесплатными, теперь установили платные какие-то тарифы. А то, что было платным, они различные комиссии ещё подняли. К примеру, те, кто занимается предпринимательством в Украине и чаще всего являются клиентами PrivatBank, они используют программу PrivatBusiness24. Это программа, которая позволяет контролировать деньги на своём счету банковском для предприятия какого-либо. И совсем недавно пользование этой программой стоило предпринимателю 50 гривен в месяц. А недавно PrivatBank поднял тариф, и теперь эта стоимость составляет 100 гривен в месяц. Тут и там я читаю новости о том, что подорожал проезд, то в Киеве, недавно у нас дорожало тоже в Житомире. Сейчас маршрутка Житомир-Киев, которая проезжает 132-135 километров, стоит 60 гривен в одну точку и обратно 60 гривен. Возможно, скоро она тоже подорожает. Сегодня прочитал ещё одну неутешительную новость о том, что в скором времени, благодаря кредитам МВФ и условиям на их выдачу, в Украине снова подорожает газ. Цельный газ у нас уже поднимали несколько раз в прошлом году. Теперь несколько раз будет и в этом году. То есть газ скоро будет золотой. Я показывал в одном из своих видео, что я пытаюсь отчасти отказаться от газа. И моё отопление построено наполовину на том, что я сжигаю дерево. Так что зима уже, конечно, заканчивается, хотя ещё неизвестно, какой будет март. Но в будущем планирую ещё больше переходить на альтернативные источники энергии, потому что в газе будущего я не вижу. Что ещё хочу вам рассказать? Я общался с многими своими знакомыми, одноклассниками. Люди в панике. Люди думают о том, как выехать из Украины. Это действительно так. Многие уже куда-то поехали. Ситуация, которая сложилась с гримной, заставляет задуматься о своём существовании, о своих доходах, о зарплате, о расходах. У меня несколько знакомых уже уехали на заработки в Польшу. Знаю, ещё одна знакомая собирается в Финляндию. И агитирует с собой людей. Другие сейчас раздумывают. Кто-то собирается увольняться, кто-то уже уволился. Кого-то уволили не по его нужде, а потому что из-за того, что произошло у нас в экономике, многие предприятия разварились, кто-то обанкротился. Несколько банков также закрылось. И на самом деле это так. У нас безработных становится всё больше и больше. А мест вакансий меньше. Недавно я читал какую-то новость от... Что-то было вроде интервью с директором кадрового агентства. Она рассказывала о том, что количество вакансий уменьшилось, а количество людей, которые ищут работу, возросло на процентов 30. Сейчас в Украине такое время, что многие и боятся потерять работу. И если раньше они раздумывали над тем, что поменяют свою работу, которая их, возможно, не устроила на что-то лучшее, то сейчас они об этом не думают, потому что если уволиться, то можно вообще ничего не найти. К сожалению, ситуация такова. Из-за такой девальвации в стране наши расходы увеличились. Где на 30%, где на 40%, где в два раза, где больше, чем в два раза. По-разному техника подорожала очень здорово. А доходы наши не увеличились. У нас в стране, кто не знает, рассказываю, что в Украине на протяжении 2014 года был принят закон о заморозке индексирования зарплаты и пенсии. Стипендии, это означает, что на протяжении 2014 года у нас пенсии, стипендии, зарплаты не поднимались на тот процент инфляции, на который они всегда через каждые три месяца индексируются и увеличивают соответственно. Один мой знакомый, я знаю, он получает пенсию по инвалидности. У него самая простая третья группа. Это минимальная пенсия, 980 гривен мне рассказывал. Сейчас скажу, сколько это в долларах. Один доллар сегодня, когда я записываю это видео, это 17 февраля, один доллар у нас стоит 26,5 гривен. И получается, что его пенсия в 980 гривен равняется 37 долларам. Представляете, 37 долларов в месяц за твой доход. И хорошо, что он работоспособный, и он работает, и это не его единственный доход, потому что это просто невозможно такие деньги прожить на протяжении месяца. У нас только счета за отопление. Если ты живешь в каком-то многоквартирном доме, то они могут быть порядка 500-700 гривен. Это только за коммунальные услуги. То есть там газ, свет, вода. У кого есть квартплата, у кого нет, оплата за мусор. Я не говорю уже о том, что еще люди платят за кабельное телевидение, за интернет. Представляете, прожить на 37 доллара в месяц, это... Ну, может, это где-то в Африке нормально, или, не знаю, или в Азии, или в Украине. Такие деньги прожить очень сложно. И это, если у человека нет другого дохода, то это порог бедности. И вот с такой минимальной пенсией многие люди жили весь 2014 год. И живут сейчас и дальше. У нас после... с Нового года у нас ничего не поменялось. Все так же, согласно новому бюджету, индексации нет. И пенсия осталась то же самое, и зарплата то же самое. А доходы, я напомню, в среднем возросли в два раза. Если раньше вы тратили, допустим, в месяц тысячу гривен на еду, к примеру, то сейчас, согласно нынешним ценам, вы тратите две тысячи гривен в месяц на еду. Но ваш доход же не увеличится. Получается, что вы покупаете половину того, что покупали, значит, вы себе отказываете еще больше. И люди реально не доедают, не едят качественную еду, покупая самое дешевое и минимальное количество. Это реальная ситуация сейчас в Украине. Так живут не все, но большая часть Украины – это пенсионеры. И у пенсионеров ситуация такая. Снова такие примеры из реальной жизни. Нечего скрывать и рассказывать все это, как есть. Я вчера сидел со своим знакомым в пабе. Мы обсуждали наши успехи в жизни. Это дело было вечером, и в паб зашла бабушка. Она ходила между столовой, предлагала людям померить давление, людям, которые выпивают алкоголь, и предлагала взвеситься. Предложила мне взвеситься. Я сказала, что у меня нет проблем с весом, я так худой, и взвешиваться мне не надо. Понятно, что не просто так она вечером туда пошла, ходит с весами, с аппаратом для давления и предлагает такую ненужную услугу, и в месте, в котором вообще эта услуга не нужна. Никто не приходит в кафе, бар, ресторан или паб, в смысле, что ему нужно померить давление или взвеситься. Это никому там не нужно. И понятно, что не от простой жизни она туда пришла, она туда пришла, потому что ей не хватает на жизнь, на лекарства или на еду, или на оплату коммуналки, я не знаю, но ей не хватает денег, и она пытается вот таким образом заработать. Это очень печально, и таких ситуаций есть много. Еще приведу к примеру, очень сильно попали на деньги те люди, которые брали кредиты в валюте на автомобили, на недвижимость. У нас там вроде приняли какой-то закон, который вроде должен был бы им списать половину долга, согласно нынешнему курсу, не знаю, ли он работает, но реально я знаю то, что, если человек брал, допустим, например, тысячу долларов в кредит, и раньше этот доллар стоил по 12 гривен, а сейчас он стоит 26, то ему нужно банку отдать все те же тысячи долларов, но покупает он их совсем другие деньги. У нас сейчас проблемы с самими долларами и евро в банке. Я не знаю, что произошло, когда НБУ официально ввалил гривну, но до того, как держался непонятный курс официальной НБУ на уровне 17 гривен за доллар, у нас в банках просто так доллар и евро не продавался. То есть в кассе их не вызвали, купить было невозможно. Говорят, что их нет, хотя они и есть. Я знаю, что есть валюта в банках, и ее держат на выдачу тем, у кого валютные депозиты, держат для своих. Иногда, если поднять крик, возможно, что-то и получится выбить. Но можно облегать десяток, второй банков, и ты ни доллара, ни евро не найдешь, и ни 100 евро, ни 20 тебе не продадут. Возможно, сейчас что-то поменялось, но буквально пару дней назад и на протяжении последних двух месяцев ситуация была именно такова. И это тоже большая печаль и большая сложность. Если кому-то нужна валюта для визы или что-то продать или купить, у каждого разные свои потребности, то люди идут в черный рынок. Сейчас в Украине очень активизировался черный рынок, тот самый валютный черный рынок, рынок кидал в барыг. Он сейчас достиг размаха 90-х годов. На черном рынке доллар стоит на 2-3 гривны дороже где-то так. Соответственно, евро тоже приблизительно так же. Может чуть меньше. Я видел, посмотрю только что на сайте НБУ, евро продается по 30 гривен официальный курс, а на валютном акционе, где люди пишут, насколько они готовы продать, там тоже где-то 30-30,5 гривен. То есть приблизительно такая реальная цена. 30 гривен за 1 евро и 26,5 гривен за 1 доллар. Столько сейчас стоит валюта. Если человек, который приезжает в Украину, имеет валюту, то он в этом случае выигрывает. Тот, кто сейчас приезжает в Украину, он как богач, потому что на свои 100 долларов он сегодня может получить 2650 гривен. Раньше это было 1200, 1100, 1300. Сейчас в два раза, представляете? И евро приблизительно так же, а может даже в полтора. Когда-то я покупал мелочь евроценты и евро по 1-2, по 9 гривен за 1 евро. Сейчас у нас курс 30 гривен за 1 евро. Вот я разбогател на 20 гривен таким образом. Простите, я немного отвлекся темой. Вот так вот те люди, которые брали кредиты в валюте, на свои машины, квартиры, либо еще что-то, они вообще пострадали. Они не могут банке сейчас купить доллары и занести в тот банк, который нужно отдать свой кредит в долларах. А давать им нужно его на валюте. Раз они брали в доллары, то должны отдать в доллары или в евро, если брали в евро. И они идут барыгом. Либо у нас, я знаю, что в Государственном Сбербанке Украины можно в день купить долларов не больше, чем на 3 тысячи гривен. С банком ситуация вообще очень плохая. Вот у нас недавно НБУ где-то неделю назад признала неплатежеспособным на Адробанк. Я знаю, что люди, которые там имеют зарплату и через него получают пенсии, они не могут их забрать. Это ужас. Казначейство деньги перевело на банк, а банк не выдает. Говорит, что налички нет. Люди приходят в кассу, там орут, матерятся, грозятся, зовут управляющего. Он говорит, что в кассе денег нет. Кто-то, кто устраивает самый большой шумный скандал, получает какие-то деньги. Кто-то, кто не шумит, денег не получает. У нас в одном месте Житомира находятся в пару метров друг от друга Натробанки и Дельтабанки. И у того и того проблемы, у Дельтабанка проблемы еще хуже. И я знаю, что там люди сейчас приходят, пенсионеры, чтобы получить свою пенсию. Вот эта минимальная пенсия от 980 до 1200 гривен. И ее выдают по 100 гривен на руки одному человеку 100 гривен в день. А то и в неделю. Представляете, вы выходите несколько дней, чтобы получить пенсию 100 гривен. Свою пенсию, закон, который государство перечислило. Это ужас. Это у нас происходит сегодня, в 2015 году в Украине. Это реальный факт. Если вам интересно, поспоройтесь в новостях, почитайте, как пенсионеры сейчас получают пенсию в Дельтабанке. Я когда это увидел, я был шокирован. Бабушки рыдают, что как до такого можно было дожить, что же такое случилось. Почему они должны эти несчастные копейки от 1000 гривен. Соответственно, это все влияет и на экономику. Если у человека выросли расходы, а его доходы остались на прежнем уровне, он начинает экономить, отказывать себе в чем-то людей. Сейчас, я знаю, отказывают себе в кофе дорогом, отказывают в дорогом чае. Они покупают более дешевые или вообще от него отказываются. Покупают меньше мяса, покупают меньше фруктов или не едят фрукты. Сейчас зима. У нас в Украине зима, это снег и морозы. У нас не растут зимой никакие абрикосы, персики, бананы. Все привозное. И люди от этого отказываются, они не едят витамины никакие, то есть нормально не питаются снова таки. И когда кто-то, кто ранее выехал с Украины сейчас и живет, например, в Америке, в Европе, он смотрит на то, что сейчас происходит в Украине, это для него ужас. И скажу честно, я сам, живя сейчас здесь в Украине, ужасаюсь, но пока мне в голову не пришла мысль выехать в другую страну на ПМЖ или на заработки, не знаю. Пока такой мысли все же нет. Не знаю почему. Пока от этого я воздержусь. Из-за этой ситуации люди отказываются от многих покупок, поэтому падают продажи в магазинах, значит, падают продажи у производителей. И с экономикой проблемы все хуже и хуже, похуже, как и в банковском секторе. Что будет дальше, я не знаю, я пока не увидел, что война в Украине прекратилась. Там вроде какой-то оберемирие, но говорят, что все равно стреляют. АБСЕ уже зафиксировало в четырех городах Донецкой и Луганской области то, что все равно происходят боевые действия. Последние два дня я за этим не слежу, я уже, честно говоря, очень устал от политики. Потому что очень большое напряжение от этого всего и хочется отдохнуть, но, в принципе, отдохнуть и не получается, невозможно об этом забыть. Потому что ты каждый день со всем этим сталкиваешься, если не с политикой, с экономикой, оно все друг с другом взаимосвязано. Когда я прихожу в магазин и вижу, что хлеб уже стоит 6 гривен, некоторые 7, киевские, белорусские 8 гривен, 8 с чем-то, скоро будет порядка 10 гривен. Невольно начинаю задумываться, что скоро в Украине купюра 10 гривен будет, а так как ранее 1 гривна. К сожалению, ситуация такова, что будет дальше, я не знаю. Да, действительно, у нас сейчас все очень плохо. Вот, я попытался ответить на заданные вопросы в комментариях в моем нескольком видео. Некоторые кое-что добавили сам от себя. Если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте, я отвечу на них также. Спасибо, что смотрите мой канал. До скорых встреч и да будет мир! Субтитры создавал DimaTorzok